Я не думал, что я это вообще буду публиковать, но так сложилась ситуация, что я должен это сделать. И чтобы вам всё объяснить, надо начать сдалека. Сейчас видео выходит реже, потому что я много времени провожу на своих любимых серверах, делаю и тестирую там обновления. И вот, вчера утром, только проснувшись, я сразу же пошёл за компьютер, зашёл на сервер и начал тестировать снайперку, которую я планирую добавить на сервер и засунуть её в airdrop. И так получилось, что я забыл прописать ваниш, если кто не знает, это невидимость. И мои шаги услышал парнишка и спросил, кто это. Мне его голос показался очень забавным, и я сказал ему бежать ко мне. Он спустился с верхнего моста в Сиэтле и прибежал. Так получилось, что это очень юный игрок, и такого человека за всё время игры в Anturnet на разных серверах, я думаю, что не встречал. И это видео не сделано с целью, чтобы поглумиться над ребёнком или что-то ещё. Просто там произошла такая ситуация, что Антон, вроде его так зовут, скорее всего думает, что я его предал. И это единственная возможность показать и доказать то, что я его не предавал. Я знаю, что он смотрит ютуберов по Anturnet, он это сказал, но меня он не узнал, это я вам гарантирую, так или иначе он бы спалился. Да и я сам себя вспомнил в таком возрасте, что я в это время делал, во что играл. Играл в первый Doom, стрелялся, играл в солдатиков на ковре, собирал лего. И эти времена я вспоминаю с теплотой. А вот этот парнишка играет в Anturnet, и это нормально. Просто таких юных я ещё не встречал, и решил с ним побегать. Показал, где в городе можно найти еду, мы вместе съездили на airdrop, и это было как-то забавно что ли. Вот в чём прикол юных персонажей, это то, что они искренне чему-то радуются, и это чувствуется. И если что, примерно возраст игроков на моих серверах это 16-18 лет. И вот, мы уже много времени вместе побегали, и я решил включить запись, потому что подумал, а чё бы нет, лишним не будет. Жалко, конечно, что раньше этого не сделал, но главное, что всё-таки включил. Извиняюсь, что качество звука может быть не очень, всё в попыхах включил, и звук игры и голоса записались в одну аудиодорожку. Поэтому так. Всем привет, с вами Теспи, приятного просмотра. Помнишь, как ты играл раньше? Забудь! Мы представляем вам проект серверов Anturnet Z, пожалуй, лучший из проектов. Мы не соврём про то, что у нас всё идеально, но у нас отличная оптимизация, ежедневные акции, уникальные системы и круглосуточная техподдержка. Anturnet Z. Новая надежда для Anturnet. Что говоришь? Ты знаешь, кто деревянный босс? Я не знаю. Я не знаю. Зачем ты её сбил? Остановись, остановись. Еда, чтобы была. Ну ё-моё, стреляй! Сзади тебя! Побежали, побежали. Ой, ты закрыл машину. Ты закрыл машину. Открывай. Открывай. Чё ж ты так сделал? Открывай, открывай. Поехали, поехали, поехали. Кто стреляет? Никто. Чё ж ты? Ты же сказал, что стреляет. Ты меня обманул, что ли? Нет, я не говорю. Это того, кто стреляет. А, вон. Показалось, наверное. Ну да. Одно дом всего, блин. Не дайте, глянем. Всё, ноль теперь. Ну всё, остановка наша. Выходим из машины. Да, из машины выходим. Такой смешной парень. У тебя есть какое-то оружие? Дома. Нет, у меня зарейдили. У меня осталось вот то, что вот у меня. Вот это самое главное. А хочешь одну кусочку? Да, хочу. Такую хочешь? Да, давай, давай, давай. Там есть... Офигеть, у тебя есть скин на эту куску? Да. Офигеть. Второй раз вижу скин на куску такого. Такого крутую. Такой крутой скин. А это кто? Кто с тобой там говорит? Кто там с тобой его слушал? Кто это? Ты что? Папа. Папа? Мой папа. Ну ладно. Это случай, когда у моих подписчиков реально скоро могут быть дети, которые будут играть в эту игру. О, а куда мне снайперку твою? Она у меня одна такая. Я могу на время дать и потом заберу. Ну давай... Давай на время. Вот такая вот снайперка. Хотя забираю, у меня нет места. Ну ладно. И что, какие планы у нас? У меня очень много места. Ну мало очень. Я потому что всего оболутал. Я одного телекора заметил убитого и взял у него лут весь. А посмотри, что можно... Что тебе не надо? Может что-то выкинуть, что-то лишнее. Это мне не нужно. Вот. Это не нужно. Что там еще есть? Так. Ну что, что там? Давайте посмотрим, что у него... Гвоздомет лежит, адреналин. Динамит, смотри, что у него есть. Угу. А в рюкзаке, посмотри. Да, динамит надо, да. Динамит же важная штука. А что у тебя в рюкзаке, посмотри? Что-то вообще, парень в своем каком-то мире. Ну ладно, динамит нашел. А сколько? А сколько тебе лет? Семь. Семь. Мы с ним в пиццерию. В пиццерию? Да. Что у него такое? Ой, у него... Смотрите, у него воды нет. У него воды нет. Он умирает. Мы сейчас его потеряем. Пошли быстрее, пошли. Быстрее, пошли. У меня 0,5. Я тебя прикрываю, дружок. Работает снайпер. Мне не надо. Ну как, не надо, я тебе помогаю. Эх ты. Так это ж не пиццерия, это почта куда-то пошел. Пехота и фрейтор Антон. Давай! Стой, Юми, я выпил клей. Зачем? Что? Ну просто здесь можно пить клей. Ой, поставь генератор. Слушай, у меня закончилось. У меня канистра закончилась. Мне надо ее пополнить где-то. Я сейчас бегу поищу. О, погоди, погоди, погоди. Я нашел. О, тут еще бутылка лежит. Бутылка вот еще снизу. Лимонадика. Так, может быть, канистру сейчас найдем, где заполнить. Помогшим, бедолагим. Тут вроде как ее нет. Не-е-е. Да, тут ее не будет. Ну как, ты не умираешь? Нет, еще. Смотри, у меня есть в воде пиво. Так тебе же 7 лет всего. Зачем пиво? Ну вообще-то в игре. Бодрее? Да, очень бодро пить воду. Ну и всякие газеты. Все, теперь нормально идем. Будем разносить зомби? Да, будем разносить. Я уже первую разнес. Че, че мы где-то поблизости? Вот повод, повод у меня будет. Хо-хо-хо-хо-хо. Ой, их слишком много. Прикрывай. Смаливаем. Смаливаем. Помоги, помоги. О-о-о-о. Я уже хотел его... Ну е-мое. Ну как же так? Ну... Как же так? Я хотел пакет с кровью заюзать, и все. Блин. Парнишка не был готов к такому количеству зомби. Хе-хе-хе. Ну ладно, сейчас попытаюсь его найти. Так, ну уже почти до него добежал. Он не так далеко заспаунился. Блин. Что же он скажет? Он меня обвинит, интересно? Или... Ничего не скажет. Ну я пытался им помочь. Пакет с кровью достал. Ты кто? Ты кто такой? Остановись. Стой, 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 стой. Ты кто такой? Стой. Ты слышишь меня? Ты кто такой? Эй. Он меня вообще слышит? Ты что-то взял у меня? Нет, я ничего не брал. Скажи что-то. Я честно, ничего не брал. Я что-то у меня. Нет, я ничего не брал. Ты меня слышишь? Ну скажи ты, блин. Чего молчишь? Да ё-моё, что мне это? Ты меня слышишь? Блин, он меня не слышит. Эм, я не умею читать некоторые буквы. Что? А, ну да. Я сейчас перезайду, короче. Меня почему-то не слышно. Ну скажи ты, блин. Ничего я не понимаю. Я даже буквы вообще не знаю. Вот это да. Я вообще впервые такого, на самом деле, парнишку вижу. Вантюрнет. Обалдеть. Обалдеть. Обычно такие люди играют в другие игры. Какие-то вообще такие. Да и сам себя, когда в таком возрасте был, я... Играл там в курицу, стрелял. То, что... Набивал там очки. Не все такое. Блин, просто обалдеть. Уникально. Блин. Он что, вышел? Да, ну! Да, этот парнишка вышел, потому что после него остался Слипер. Кстати, Слипер – это недавнее обновление, которое я выкатил. Антона я очень долго ждал. Думал, что все-таки он зайдет, увидит, что я на сервере. В это время я побежал за его лутом, чтобы засейвить и отдать ему. Но он так и не заходил. И помните, в начале видео я сказал, что юный человек выдает искренние чувства чему-то хорошему, но и в обратную сторону это работает. Предательство в детстве, как и другие негативные чувства, ощущаются очень остро. Скорее всего он думает, что я его предал, забрал весь его лут и вышел с сервера. Но я этого не делал, и это видео сделано для того, чтобы показать как оно было на самом деле. А все из-за того, что после ноябрьского обновления в антюрнет случились вот такие вот глюки свой с чатом.